Ибо отныне мы с тобой пойдем по заведениям закрытым Вот она, вот она, соблазнительница чертова Потому что заправляют там всем девочки Лучшей негрони в твоей жизни у меня в руках Конечно, никогда мошонку у коней рассматривать не предлагаю Магия Сиськи и соски на них Я не выбирал, но так получилось Если бы вы оказались здесь в конце 90-х, начале нулевых Вы бы увидели, как вот отсюда выходили я, Жека и еще один чел И несли пустые бутылки Мы выходили от Иссиля Линстранд Которая работала вице-консулом Швеции И так уж получилось, что я познал ее любовь Но это отдельная история, как мы там отжигали Здесь консульство шведское А здесь девочка красивый, белый такой Смотри, и это профессионал Она на самом деле водит по барам И учит людей правильно бухать Вот Я сразу скажу еще раз, что я-то особо не бухающий Вот, но я чисто пробующий Это, как меня назвали, алкокуколд Мне кажется, я сегодня могу тебя обратить в нашу веру В надежду и любовь Не зарекайся Поверь мне, меня уже у нее обращали не раз Да, и так обратили один раз, что я 10 лет не пил Бросила Да, значит, мы с вами находимся в шведском переулке Который назван так, потому что здесь шведское консульство Вообще-то шведско-финское слобода чухонское Я вообще хотел здесь отдельно сделать какой-то маршрут Потому что там вот меня все время зовут в музей Зощенко зайти В общем, тут масса всего Ну, а мы идем, собственно Мы идем с тобой в классику, понимаешь Классичнее этого бара в городе, в общем, нет Ты знаешь что, я даже не сказал, как тебя зовут Давай представлюсь Меня зовут Татьяна Потому что в Санкт-Петербурге иначе зваться Гришно, понимаешь Уже ли та самая? Ну, правда, та по-французски порлякала, да Ну, у ее Если там пойдет, то тогда я владею французскую Мы с тобой в баре, которому в этом году 13 лет исполнится И знаешь ли ты о том, что владелец его, Алексей Шапошников Это тот самый человек, благодаря которому вообще в Санкт-Петербурге появилась академия и школа барменов Так что, божечки-кошечки Понимаешь, у нас с тобой сегодня Вот где надо образование-то получать на самом деле в академии барменов Но тут еще и знаешь, круть крутая в том, что он прям такой классический, английский Мы сегодня с тобой пройдем по разным барам Будут спикизи бесконечные Ну, а тут царство алкоголя Слушай, да, я здесь когда-то был, но я был здесь очень давно Так давно, что я уже... Мы к вам Да, мы к вам, да Так, ну что, я тебя, понимаешь? Ты меня сюда Давай я тебя сюда Сама я сюда Вот мы are going to, так сказать, taste Да, ну я уже насыщена Я теперь по традиции сниму, знаете, неприлично же, да Слушай, ну а мы по традиции, как Маша в прошлый раз говорила, да, что там от бармена как трясет, так кончает Ой-ой-ой, после этой реплики я выключил видео Какой кошмар, тут мне кажется на моем французском ушли Мы к тебе Как и положено, понимаешь, в любом птельном заведении профессиональном Нам с тобой рот всегда будут держать чисто Воды Начнем Боже, какая божественная вода Очень, очень, очень вкусно Мы к тебе, знаешь ли, сегодня с особой миссией Смотри Давай, наверное, будем пить мы Вот хотелось что-то классичного Знаете ли, о том, как выглядит вообще здесь коктейльная карта Есть меню заведение? От того, что здесь, в общем-то, можно начать и, собственно, закончить Потому что бесконечное количество коктейлей разрабатывает, которые лично владели заведения Алексей Шапошников Но я предлагаю вам совершенно уникальную вещь, от которой воротят нос практически все Давай Мы будем пить с тобой Кусок? Говна Это я вместо пи сказал Мы будем пить матушку Одну? Нет, не, одно У нас такой тест Тест, 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 драйв Тест, драйв История напитка такова, значит, Алеша придумал очень крутой шот Но ему долгое время не было названия Потому что, в общем-то, как бы не случилось, не срослось И тут заходит общий наш знакомый Выпивает эту дрянь И на что у него только единственный комментарий То, что, ёпт, мать, что это было Собственно, так закрепилось название Но, чтобы не материться каждый раз, конечно, для девчачьей версии Ее оставили такой матушкой Поэтому шот матушки ожидает нас И мне кажется, начать вечер с водки Это очень, понимаешь, в духе Татьяны и Санкт-Петербурга Я вспоминаю, на самом деле, те времена, когда я к воде, да В городе Астрахани, когда мы Это было, боже, что кошки Мне было 17 лет То есть практически уже почти 30 лет назад Представляешь, какой я старый, да Ну ничего, мы будем гулять с Алиночкой Она скажет, молодая девочка, почему она Почему она со мной общается Там есть, будет такой прекрасный мемчик Соответственно, берег реки, Волги Хотелось бухнуть Ну, соответственно, мы собирали альбузы А девчонки помидоры Денег нет, да и послать некуда И, короче, разлили воду по рюмкам Сели в круг И начали, ну, вот, как вот там положено С тостами, со всем делом И вот прикиньте, короче, Шандарафа То есть все-таки вот психосоматика, она Говорят, это с перцем, да? Я не могла выбрать иное Я понюхаю Конечно, конечно Отвратительное Это надо пить, я так понимаю, не взбалтывая, да? Не взбалтывая, надо прям с локтя по-хорошему Ну, слушай, мы же не эти, мы не эти, поэтому Тик-тик-тик-тик Значит, смотри, тут помимо перца Еще и вот эта вот вся часть Я оставлю для гостей, понимаешь, которые придут потом в это заведение Вот загадочку, да? Все нужно будет разгадать вкусовое Что там эти сосочки ваши вам расскажут Сверху водка Сверху водку Ну Что, надо мешать? Нет, нет, ни в коем случае Я говорю, что надо Ну что, я готов И расскажешь историю про воду Друзья мои, а-а-а-алуя Как стоит начинать со мной знакомство, да? Да, да, да Первым делом Ну что, фу Мне вот хорошо Мне становится легче и лучше Люди делятся ровно на две категории Которых тошнит от этой дряни Потому что это, реально, честно говоря Хух, послевкусие люто И которым нравится Но если нравится текила Жалко, мы не можем сейчас подсылаться в засос Очень жаль У меня столько перца, перец С меня довольны Собственно Я уже чувствую этот амбре Это прям, да Полшебного ртового отверстия Я вот эту капельку на сверху У меня, да, заразовело Понимаешь? Все Ну как? Слушай, ну на самом деле Вполне Да, да Как будто этого Кетчуп и табаско туда нахерачили Правда Он именно такой на вкус Это прям такое барбекю с водкой Но с него хорошо Есть смешная история О том, как, значит, пришел Видимо, какой-то девичник В это заведение И у меня здесь находился Мой коллега И друг близкий Он работает тоже гидом Наш с тобой коллега И говорит Пришли девочки Прям Ну, милейшие Вообще совершенно Он на них, говорит Смотрит Что будут заказывать Нам четыре матушки И они Хлоп Одну, вторую, третью Так что, в общем Не все это золото, понимаешь? Так, а что ты еще хотела здесь? Дверь, собственно, мы закончили Можно Мы, да, сегодня Самые такие богатые клиенты у вас И самый быстрый Называется Прицеп кролика Да Можно эксплуатиться? Да Ну, а про само заведение Если будете посещать То действительно Вечер Ну, я бы начинала здесь Ну, прям классика Классичная И ребята Большие профессионалы Молодцы Если следите за ними Как они смешивают Не взбалтывают И шейки ряд То они прям С большим Большим профессионалом Я могу рекомендовать Это место Прямо для того Чтобы гостей удивить Себя порадовать Как ты это делаешь? Понимаешь, у всех отключено А ты Кто ты? Я магичин Маги-магичин Потому что я Перец 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 Там с вами Там с вами Простимся Пойдем лучше Про себя Расскажи Вот именно Про твои проекты Все, что ты Хотела Эти иммерсивные Вот это все Что там у тебя Мы с тобой Собственно Как познакомились Знаешь ли Между прочим Это она Даже флёр от матушки Понимаешь Он создает настроение Есть такое? Мы с тобой Как познакомились Во время экскурсии Называется она Порочные И рассказывает она О нравах и людях Начало 20 века Даже 19-20 век Я взяла за основу Семь смертных грехов И решила протащить Сознание человеческое Собственно По ним Через городские Трущобы В том числе Поэтому начинаем Мы красиво Как водится На Невском проспекте В Гранд-отеле Европа Но потом Как и полагается Скатиться Порядочным людям 20 века Закончим мы В Апрашке На Апраксином рынке Вдохновил ты меня Между прочим Своим видео Где ходишь Бродишь по Апраксиному двору Так что Я так искала Выход на второй галереи На второй этаж И не нашла Так что Ты моя альмаматор Я там работал Два года Собственно Поэтому Чем я такой В жизни не занимался К этому я пришел В общем-то Совершенно случайно Просто Переселившись в центр И поняв Что я не знаю Ровным счетом Абсолютно ничего Вообще Про свой родной город Петербург В годы моей молодости Тут никаких ворот не висело Потому что Хорошо Ты же посмотри После водки После водки Ну вот друзья мои Подзвуки этих Гидроскутеров Мы На фоне этого Прекрасного Заведения Точнее Заведения Все Строения На месте На месте которого Случилось Совсем Непрекрасное Событие Но об этом Вы посмотрите Отдельно Мы сейчас С вами Прервемся И встретимся Уже буквально Вскоре Так что Как говорится Не переключайтесь А я говорила Что он говорит Лайк Подписка Друзья мои Как вы могли заметить Иногда мы будем Погружаться В полную сьму И это только начало Дело в том Что дальше У нас будут Проходы В такие бары В которых Мы не можем Зайти и сказать Знаете что Включите пожалуйста Свет У нас тут съемка Для ютуб канала Поэтому Ну действительно Там такая будет Мягко говоря Мрачная картинка Что вызовет Конечно же Нарекания У многих людей Мы живем В тяжелейшее Время Когда народ Пишет где Таймкоды Почему съемка Не в 4К И так далее Ну в общем Наверное Шахтерам В шахтах Сложнее Поэтому Увы и ах Извините Сорян Но так оно Будет И наверное Не только В этом выпуске Зато вас ждет Я надеюсь Огненный Саундтрек В виде наших Так сказать Диалогов Поэтому Ну да Вот я делаю Такую ремарку Чтобы вас предупредить И настроить На правильный лад Картинка будет Как в анусе У негра В некоторых моментах Но Тем не менее Я думаю Что Кто может Смотреть Третьим глазом Тот Получит удовольствие А давайте Начнем С романтического Кадра Вот с такого Ну чтобы Так сказать Концепция Моей жизни Это Пипидешан Ароматы Петербурга Вот мы Собственно И окочурились Очутились На Литейно Проспекте И мы Еще Очутимся Потому что Мы В общем-то Отсюда Уже Пешком Пойдем Мы Не будем Ни на чем Ездить И мы Ныряем В подворотню Где нас Ждет Страшно Или Прекрасная Как страшная И не прекрасная Ты с ума сошел Ты знаешь Что заведение В которое Я тебя веду Сейчас Оно прекрасное Оно прекрасное Потому что Заправляют Там всем Девочки Хе Зе О Яйка Понимаешь Между прочим Основатели Значит Этого заведения Они же Эль Капитас Вошли В топ Пятьсот Лучших Заведений Мира Пашенька Не то чтобы Эль Капитас Я знаю Меня туда За ручку Привел Миши Лисов И собственно Детище Детище Нас сейчас Будет встречать В образе девушек Ибо работают Они там На всех позициях Кроме шеф-поваров Ну что ж Поэтому в царство Понимаешь В царство женское Я тебя приглашаю Есть особое правило Ибо Отныне Мы с тобой пойдем По заведениям Закрытым Надо звонить Да Ух Шесть правила Помню я в нулевых Вот эти закрыты Типа абсент И еще что-то Там Были закрыты Закрыты А вот они Что-то раскрылись Потому что Это вообще Мне кажется Такая чисто Питерская история Когда появляется Какое-то закрытое место Оно очень-очень Тайное Привет Здравствуйте Мы А можете не мешать Да Ну буквально Там гречи Поесть И поедите Дальше Так Ну что Застойка Да Застойка Конечно Да Да И так Женская царство Здравствуйте Девочки Добрый вечер Значит Что Здесь Происходит Да Значит Здесь Происходит Между прочим Чинное И благородное Вакханалие Да ты что Ибо Как я уже сказала Да И видите На всех позициях Девчонки Они Специально Одеты Оборудованы И обучены Потому что Они все Выпускницы Той самой Академии Барменской Которую Леша Когда-то основал Так что Мы Логически Продвигаемся Логично Некуда То есть Это дипломированные Специалисты То есть Можно рассказать Девушка А можно Ваш диплом Извините Вот я Вот как бы Второе Выше Покажите Да Ведение Некрони Из фонтана Пожалуйста Конечно Хотя Может быть Мы начнем С чего-то Более легкого Вода Это тоже Сто процентов Будет Не Можно начать Каких-то апельсинов Напитых Дело в том Что у нас У нас Такой турчик У нас Алкосерфинг Да Алкосерфинг На самом деле Совершенно Истинное Понятие Знаешь ли Ибо Ровно так Мы путешествуем Ты знаете Присаживаешься На волну Себя фотографируешь Я звезда Мама Я в телеке Вам нужно будет Два Один Не Нам на самом деле Один Мы очень Богатые И И перспективные И перспективные Так Ну что Мы ждем Стакан И Открытие Фонтана Знаешь Что Татьяна была Не фонтан Татьяна была Не фонтан Вот я так понимаю Он Да Это он И сейчас Нас Проведут Красивый Да Дэвич Такой Огонь Смотри Значит Тебе выдают Вот такой Стакан И я сразу Хочу Обратить внимание На лед Мало того Что Он брендирован И запомните Этот лед Потому что Сегодня Я покажу Кое Что Подожди Секундочку Знаешь Что сделать Давай Ты сейчас Сделаешь Это здесь А я тебе Покажу Просто есть Схема Вращения льда Я в одном Из заведений Тебе сегодня Покажу Чем будет Отличаться Совершенно Профессиональный Куб Ну и для того Что ты Семного Не налил Мне кажется Конечно Такой Кусок В ледяном Тумане Айсберг Или нет Не в тумане В ледяном Из тумана Вырастает Так То есть Мы что Мы туда ныряем Нет Подожди Вы сейчас Включили Девочки Девочки Бабы Бабы Ну смотри Все Я сделала Чудо Значит Ты смотри Какая прелесть Потому что Ты самостоятельно Значит Подходишь Наполняешь Его негрони Контролируешь Его самостоятельно Ну и все Лучший негрони В твоей жизни У меня в руках Ну пожалуйста За негров Ну скажи Что это было чудесно Да С ее есть Такое Вкусное Лимонадно Спиртовое Я как Явно не выпускник Академии Барменов На самом же деле Как и любой Аперитив Итальянский Ну это естественно Аперон Всем хорошо знакомы Негрони В общем то является Ровно таким же напитком Который бесконечно Пьет батареи Я там жила Так что я тебя Понимаешь Прям классическое А сколько ты там жила Я там жила В общеслуживости Год С заменами визы Тебе говорили Сеньори Это комплименту Ничего только не говорили Ты знаешь Как отправиться Назойливого Итальянца Во своя суда Ну ко мне Он не приставал Но какие мои годы Есть значит Выполняем Копилочку Как 300 барменов Я уже знаю Во фанкулу Потому что это Прямиком Задницу Что вам там скрывать Так что если у вас есть Навязчивые Назойливые Какие-то поклонники Во фанкулу Все Все Произойдет Ну я по опыту знаю Не знаю как Насчет в Италии А во Франции Все понимают Пошел Все Поголовно Это знают Рабочий Рабочий Очень рабочий вариант Но мне слава богу Не приходилось этим пользоваться Я просто знаю Там из других историй Я вас Хочешь Додегустируйся Конечно Хочет Давай Ну-ка На мой вкус Он здесь сладковат Есть Сладенькие Сладенькие Вообще Негронии Страсти как лично Я люблю Потому что я люблю Такие Крепкие достаточно И коктейли В том числе Что-то короткое Крепкое То есть Женщина Которые Надо обращаться Определенным образом На тебе не получается Все хорошо Трочеры Здесь просто смотрите Это чан Его наполняет Соответственно Он циркулирует В общем Это целый день Есть даже час Насколько я знаю С пяти до шести Вот оно как бы Льется здесь рекой Соответственно Вы тут ходите Такой своеобразный Шведский Негронный стол И он на мой вкус Все-таки сладковат Потому что Когда его делают Тебе индивидуально У него появляется Эта пикантность Острин На алкоголе А здесь все-таки Сладко Но вы можете прийти Сами попробовать Ибо ежедневно Смена происходит Этой чаше Слушай, он по-прежнему Тебе снимает Угу Хочешь ее Признайся Я не джентльмен Я тварь Можно расплатиться С вами, уважаемые Ну что Да Да Разливается Разливается Этот петербургский вайб Фу эти ваши Англэ Как это Англосанг Это пятая колонна Пятая колонна Все-все несет Как ты в Италии очутилась? Что ты там делаешь? Много лет назад Когда еще не было У нас в Санкт-Петербурге Техники прокатной На воде Я имею в виду Котеров почасовых Я занималась Собственно Яхтами И была Вот у истоков Это был тогда Франкарди клуб Он назывался Я помню его прекрасно Мы первые Кто запускали Вот эту вот аренду В Санкт-Петербурге И соответственно В Италию Меня увело Партнерство И занималась я Яхтами Поэтому если Мало ли у вас есть яхта Я могу ее продать Конечно же Нас смотрят Как раз те самые люди Расширяем Целевую аудиторию Вы приобретаете яхты Я знаю где достать Среди них есть я Дух точно знаю Которые могут Купить яхту Что ж Большое спасибо Большое спасибо Заходим А вы заходите Видите Ченч Ченч Так Друзья мои Вы конечно Скорее всего Нальете Там немножечко Говнеца По поводу Что темная была Картинка Мы специально Это снимаем Вот таким образом Знаете Мы не ставим Свет Потому что Ну вот Ощутите Да Мы Мы за натуральную Красоту За натуралов Вот эти все Вот эти Вот эти вот Вообще Вот туда их А мы За Вот Понятно Вот Потому что Вот чем прекрасна Стрижка на лысо Да Нет Мы идем Вот туда 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 Чем прекрасна Стрижка на лысо Каждый Каждый год Ты сначала Идешь такой Волосатенький Потом ты с ракетиком А потом ты Видела этот ракет Который тебе Сталилитийщик Сталилитий Парит этот Новый ракет Слушай На самом деле Это Катенька Она богиня Катенька Ты богиня Ты еще не видел Еще один ракет А потом Мы тут недавно Сделали съемку Где мне сделали Ракет в виде Ног от кукол Барби И еще один сваренный И уже реально Из жести Не ну Круто Да Да Не-не-нет У тебя есть чувак В кепке Вот с ним Короче Он не в кепке А в Давай-давай Как это назвать правильно Понимаешь Это бирет Шапо Шапо Да и голова Так вот Короче Возвращаемся к теме Что когда ты уж такой Вот Да Тебе там Типа Че И ты Че Знаете Как-то Человек Друг ощущает Питерский Вайб Назовем Таким образом Потому что Ну как бы У меня Знаете Я человек из 90-х У меня С одним Я говорю Питерские вибрации Да Я говорю Да Конечно Сударина Или Сударин Безусловно Сударин 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 Ну я как бы Не уверен Что вот Она сохранила Тот самый Вайб Мне кажется От первых Шалух Вообще Вайб Сохранили По-моему Только на Большой Зеленино На Чикаго Скорости Непременно Надо Отправляться Поговаривают Самое вкусное В городе Да Надо 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 Сделать Наш Такой Личный Патруль Согласна Так Ну что Мы Дошли С тобой Да И ныряем В очередную Подворотню Потому что Теперь Я хочу Тебя Значит От Классических Баров Немного Увести В сторону Спик Изи Бар Наконец Я так Устал От этих Класс Но нам Не обойтись Безан Понимаешь Безанглийских Этих Слов Потому что Спикизи Я вообще Не 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 Здесь Смотри Попадаешь Сюда Когда Самостоятельно Но вот Днем С огнем Посмотри Вообще На самом Всякие Как раз Там Абсенты И проще Они вот так И были Устроены И Времена Сухого Закон Все Все Совершенно Логично И понятно Скрываться Надо Выпить Хочется Да Поэтому Спик Изи Плес Окей Бэйби Я так понимаю Да Смотри Волшебную Кнопку Там Тебя В глазок Сейчас Разглядит Люди Добрые Злой Охранник Мы Мы К вам С Визитом Благой Вестью Немножко Денюжков Оставить Опачки Добрый Здравствуй Я тебе Водиться Огненной И спить На себя Святая Святых Добро Пожалуйста А вот Что значит Закрытый Бар Посмотрите Только Свои Понимаешь Суббота Вечер Это Воскресенье Воскресенье Открываются А Что Наскредит Так Ну что Мы с тобой На стойку Выбирай Какую Я танцевала На стойке Да Вы равно Ушли Я выбирала Эту Да Давай Выбираем Что Пират Себя Подсняла Хочется Слава Да Немножечко И пейте Мы с тобой В общем-то Действительно Святая Святых Это такой Спикизи Которому Девять лет Как ты уже понял Со двора В общем-то Самостоятельно Если его искать То надо знать Куда идти Надо знать На какую кнопочку Нажать Да Но Узкому кругу Код Открыт и доступен Ребята Которые Значит Вот они Собственно Оба Два Женя И Илья Они Разрабатывают Собственно Концепт Однажды Участвуют В фестивале Где Представляют Три вида Джинтоника Расскажи Каких Давай У нас очень много Видов Джинтоника Как минимум Просто стоит На полке Плюс еще Много Вариаций Но Всегда Мы рекомендуем Наш Джинтоник Гранатовый Потому что Мы его подаем Очень-очень Много лет И он Очень популярный Потому что Он сделан С любовью Это во-первых Во-вторых Гранатовый Содовый Ищет Репорт Сильджина Кисло-сладкий Слегка Термкий С домашним Витровым Ну а Я просто Обязана Отметить О том Что Есть Это более коктейльная версия Да Нам гранатовый Нам гранатовый Слышь, чулиха Из гранатов Из гранатов Что ли Излеча Они Разрываются Да Один Один У нас Да Сегодня Миссия Не нажрался Миссия 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 Пассабл Которые перетекают Миссия Импассабл На самом же деле У ребят Действительно Большой выбор Джина Хоть так сейчас И не скажешь По ассортименту На барной стойке Да Я не скажу Я смотрю Я как-то не скажу Что это Большой выбор Посмотри Ну просто Ну как-то Да Хочется Для меня Чтобы все Что больше трех Уже большой выбор Тогда Здесь большой Большой И Есть еще И мало того Возможность Попасть В такой же бар Но За городом Озеро Медное Там есть Значит Теперь Это коттеджный поселок Это Лодж Коттеджи У них там Тоже Своя особая Концепция атмосфер И вот у них Джинный этот бар На Медном озере Ну как Да Там прям В общем Кайф Приглашай Бросай машину Начинай пить Слушай Если я начну пить То у меня не будет Соответственно Времени Больше ни на что Другое Да я ей уже сказала Делаю Что до свидания Можно же понять Что если Когда человек Сбрасывать То не надо Ему больше Звонить А если Очень хочется А если Я нервная Ну Не знаю Насчет Нервов И так далее Он продолжает Не снимать Смотри Ай да поклонь Слушай А почему ты вернулась А почему бы и нет Ну слушай Во-первых Ну знаешь Жизнь за границей Мне кажется Только те Кто в общем-то За границей не был Да И не жил Они в общем-то Сверят уверят в то Что-то где-то там Это обязательно Вот как в фонтане Такой ложишься И тебя так Обязательно Именно так и будет У меня Профильное Высшее оборудование Которое Диплом Которого там Нуждалось В переводе Я могла бы Работать фитнес-тренером Но тебя никто Не ждет И страшная тайна И конечно В общем Перспектива Работать в какой-нибудь Бутике Армании Продавщицей Ну как Нет Совсем уважения Но Мне это было Совсем не интересно Для этого Ехать в Италию Абсолютно В общем Это была основная причина Но есть вторая причина Все-таки Знаешь Менталитет Российского мужчины Он как-то ближе Душеньки Твоей Российской Колоссии Березы Я русский Я иду до конца Узкий Мы узкий И с нами Бог Я-то русский Реально Со всех сторон У меня же была У меня еще Ну была поклонница Она пересмотрела Там добрые половины Моих видео И она Ставила несколько комментариев Что Павел Вы вот так Уважительно И с любовью Отзываете О евреях И у вас Фамилия такая Вы знаете Что вы Можете подать На репатриацию Знаете Это мой псевдоним Вообще Петров У меня там дальше Романовы Сергиевы И короче Никаких таких Кравей У меня нет Поэтому Все мы немножечко Я очень не похож На всех остальных Я люблю Армян Евреев Татар Вот какой-то Неправильный Такой человек Ой И я люблю Армян И тут В этот момент Татары Молчились Некоторое количество Зрителей Вдруг поняли Переключились А мы оставим Там ссылочку Конечно Оставим Мы там оставим Ссылочку Поэтому Соответственно Знаешь Какая бы страна Не была Где бы ты Не находился Первично Мне кажется Даже если ты Знаешь Я раньше выходила Из дома До тех пор Пока не появились Дети С паспортом На всякий случай В пятницу вечером За грант И немножечко Вещей с собой Потому что Могла очутиться В общем-то Где угодно Но ни одна Страна Будь то Европа Или даже Не знаю Куда угодно Ну алло Камон Ну это Не то что Домой тянет Это не совсем Поэтому А просто Перспектива В равноденстве Того Что ты можешь Добиться У себя Человека Зависит Потому что Я например Знаю людей Которым В кайф Финляндии Я Финляндии Приезжал Когда Я такой Через два часа Думаю Где здесь Столб Который Можно Хлуб Я Знаешь Это Анна Ивановна Которая Очень Скушно В Пурляндии Я бы Не смогла Как-то Я бы Без конца Дядя Писала Письма Чтобы Он Меня Вернул Домой Или Денег Выслал Там Даже С деньгами Делать Нечего Поэтому Знаешь Что Конечно Печально Про Новые Правила Для Получения Визы Про Закрыто Открытые Границы Но В общем И по сей День Остается Мне кажется Совершенно Актуальным О том Что Недооценивают Когда Думают Что Хорошо Там Где Их Нет Я Думаю Он Будет Выжимать Он Открыл Из бутылки Льет Вас Там Током Бьют Я Хотела Чтобы Ты Выжила Его Бицепсом Как-то Понимаешь Произвел Впечатление Хотелось Хотелось Вот Фантазия Пошла Так Ну что Классика Джин на Гранате Ну Я такую Громадину Не выпью А если Выпью Вечер Перестанет Быть Томным Перенесусь В Италию Ненадолго Итальяну Так Ну что Смотри Я тебе Предлагаю Два Смычка Оп Оп Присоединяйся Мы тебе Тоже Отольем Мы тебе Я тебе Предлагаю Присоединяйся Пожалуйста Моя Шведская Семья Сегодня Господи Наконец-то Эта мечта Моя Сбылась Как тебе Нет Это Очень круто На самом деле Ты понимаешь Я Вообще Во всем Проекте Выступаю Как такая Тебя Ситиклава Потому что Я очень давно Не пил И Все что Я пью Сейчас На постоянной Основе Это Действительно Два Три Глотка Игермайстера После того Как я Скупался В холодом Заливе Или Где-то Я иду Замерз Мне подарили Фляжечку Такую Или С кофейком Все Могу Красного Вина Потому что Ну Франция Долго Что могу Начнем Начнем С этого Могу Себе Позволить Букальчик Ну Потому что Франция Конечно На красное Вино Очень сильно Переклинило Там Идешь Магазин Двадцать Половину Евро Любая Бутылка Покупаешь И Все Тебе Ничего Не надо Я вообще Не знаю Кстати Разве Если ты в курсе Нет Меня вообще Говорили Что Если касательно Вина То Вот Все Что там Допустим Двадцать Евро Или сто Евро Абсолютно Не отличается А вот Уже Разница Начинается Где Там Сто И Например Пятьсот Я Я Согласна Но Как Мне Говорили Например В Италии Может Какая-то Разница Есть В Франции В ценовом Диапазоне Но Сами Интальянцы Например Никогда За стол И сели Столовое вино Под ужин На обед На завтрак Что уж там В общем-то Не будет Бутылка Стоит Даже Наверное Десяти Евро И Сами Они Говорят О том Что От Двадцати Евро Это Вот Прям Можно Какую-то Резервы Что-то Выдержанное Что-то Куда Будет Уже Много Интересней Именно То есть Бутылки От Стан Но Наверное Все-таки Если Говорим Про Коллекционное Вино Про Какое-то Там Прям Выдержанное Или Какие-то Особые Сорта Тахтонные От Всех Остальных Игристых Меня Могут Сколько Угодно Говорить Мне Да Что Ой Нет Это Все Одно Нет Для Меня Это Разные Совершенно И Там Я Готова Переплатить То есть И Шампанское У меня Дело То Что Моя Алкогольная Молодость Пришлась На 90 И Когда Все Что Вкуснее Спирта Рояль Это Уже Была Амброзия Да Поэтому Не знаю Я Как-то Этот Напиток Не Распробовал По поводу Красного Вина Я Распробовал Недавно Распробовал Кофе Благодаря Одним Ребятам С Надо Будет Сделать Турпокофейня Ты Знаешь Про эти Кофейни Которые Привозят Со всего Мира Обжаривают Сами И Одни Из них На Литейном Кстати В одной Из парадных Короче Да Я знаю Про такие Кофейни Но Опять Таки Понимаешь Для Меня Я Кофе Никогда Не пил Для Кофе Это Было Что-то Три В одном Пакетик С Пожалуйста Кофе Вот А Потом Короче Когда Я Стал Работал Главным Редактором Большого Большого Журнала Тогда Только Появился Этот Кофехаус Только Только Я В Москве Жил И он Был Там Везде Ты Гуляешь Зимой По Москве Ты Заходишь Начинаешь Кофе Пить И мне Кало Что Все Я Кофемат Я Теперь Знаю А Потом Ребятки У меня Рядом С дом Сторон Открыли Заведение И Один Из Владельцев Говорит Вы Берете Капучино Вроде Флэт Я Попробовал Вот Второй Такой Флэт Только На Андрейском Рынке Мне Понравился А Все Остальное Нет Так Ну Что Мы Закончили Ребят Посчитайте Нам Пожалуйста Ага Да А ты Не Озвучиваешь Да Цены Для Людей Заведения Одинаковые Здесь 650 Значит Что Стоил 300 350 Там Сейчас Я Заплатил Сейчас Сколько Я Заплатил А тоже Тоже По-моему Что Там 500 Да Я Просто Всегда Удивлял Знаешь У меня Есть Большое Кращество Друзей Которые Не Любят Коктейли Потому Что Это Маленькая История Задорого Не Напьешься И Они Всегда Ты Как Это 640 Ну Вот Ну Плюс Минус Все Коктейли В Городе Так Или Иначе Стоит В Среднем 600 750 Если Мы Берем Какие Лобби Бары То В Среднем Это 1000 Поэтому В общем Если Вы По Коктейлям Решили Пройтись Надо Зарабатывать Хожу Увожу Господи У меня Канис Портала Мне налоги Платились И там Что-то Поднабежало Это Еще Это Тема Еще Сложнее Чем Переезд В Европу Я Слушай Я Добровольно Сдался Государству Уже Второй Год Я Чистый Белый Пушистый У Тебя Индивидуально Примани Да Да Я Ушел Я Ушел Я Ушел Тут Между прочим Бывает Весело Понимаешь Обыкновенно Есть Диджей Обыкновенно Есть Бывает На самом Деле Конечно Потому Что Заведение Коим Бы Оно Не Было Спекизи Оно Все равно В узких Кругах Как бы Известно Самой Собой Поэтому Если Танцевал На стойке То Ворона Ушли Бывает Так Мы Сейчас С вами Отправляемся В еще Один Спекизи И Я предлагаю Сравнить Вот это Вот закрытое Место С тем Закрытым Которое Совсем Сокрыто Знаешь Еще Более Закрытое Еще Более Закрытое И я Знаю Знаешь Сколько Таких Мест Без лишней Скромности Знаешь Джин Начинает Действовать Вы Потом После Съемки Уходите Оставайтесь Оставайтесь Скажите Мне Пожалуйста Мы Сейчас Пешком Пойдем Пойдем Гулять Вот Так Нас Ждет Еще Променад По Невскому Проспекту Что Может Быть Приятней Воскресенье Два Красивых Пьяных Человек Да Ладно Не Таких Пьяных Смотри Не Сказал Что Некрасивый Слава Богу Так Ой Как Вкусно Пахнет Шавуха Это Не Шавуха Это На Масле Что 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 В Эт Лагмана А Напротив Заведение Для здоровой Пищи На Парах Там Вы Можете Ответ Вот Кстати Интересная Концепция С одной Стороны На Парах Значит Грудка На Парах Овощи На Парах Бла 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 А С другой Сторон Алкашка Продается Ну А Как Это Как Вегетарианские Кафе Они У Нас Когда Начали Открываться В Большом Количестве Ты Понимаешь Что Все Рано Ну Вот Когда У Все Рано Было Культ Вегетарианство Это Когда Ты Нет Нет Пожираешь Свинины Где Нить В Ночи Поэтому Как Не Предложить Русскому Человеку К Паровой Котлете Шот На На Сам Вегетарианство Вегетарианство Которых Я Вот Образовал Ира Нам Туда Они Такие Были Именно Идейные Понимаешь То есть Они Согласна Согласна Но Я имею Ввиду То есть Среднюю Статистику То есть Все Рано Приходится Учитывать Хотя Конечно Я Знаю Парочку Веганов Которые Ну Мужики Которые Перестали Ими Быть Но Из Спортивных Соображений Они Просто Ходили В зал И Понимали Что Я Знаю Вегетарианцев Знаешь На Такой Массе Благодаря Спортивной Карьере У Меня Позиция Очень Простая Каждый Дрочит Как Он Хочет На То Мы Расходимся Хочется Человеку Жрать Мясо Пусть Ест Мясо Не Хочется Мясо Пусть Он Не С Я Знаю Ответ У Меня Есть Ответ Потому Что Когда На Тебя Сниз Снисходит Какое-то Открытие Будь то Духовный Рост Или Будет Ну В Принципе Какая Там Что Новое Что Жизнь У Тебя Происходит Ты Непременно Начинаешь С этим Делиться И Просто Кому Не Хватит И Обязательно Надо В этом Всех Убедить Желание Всех Убедить Я Никого Не Хочу Ни В Чем Убеждать Но Это Ты Ты Понимаешь Тебе Сколько Лет Ты Вырос Не Только В Этому Я Просто У У Десять лет Я Всегда Говорю Занимайтесь Махачем Любым Бокс Только Не Показывай Нам Просто Ити Еще 300 Метров Десять Лет И Все У Тебя Из Башки Вылетает Устаканиваешься Ты Все Ты Все Себе Доказал Вот Ты Перешагнула За ступень Когда Ты Считаешь Что Ты Брюс Ли Потому Что Ты Конечно Же Не Только Не Брюс Ли А Вообще Даже Не А Девушкам Что Делать Тоже Махач Слушай Девушкам Тоже Бокс Ты Поколочешь Грушу Вообще На самом деле Я Уже Говорил Об Одном Выпуске Девушки Смотрите Вы Думаете Что Вы Придете На Секцию Бокса И Там Нет Там Все Прекрасно Понимают Во первых Это Дичайшая Физическая Нагрузка Это Одна Из Самых Тяжелых Физических Нагрузок Заменяла Кардио Я терпеть Не могу Бегать Особенно На Беговой Дорожке И У меня Был Тренер По Боксу И Мы Спарринговались Тем Сам Я Перешагнете Через Себя Потому Что Ну Я Всегда Говорю Что Любому Мужику Всегда В Жизни Надо Конечно Хотя Б Раз Два Кому То Набить Морду Или Чтобы Ему Морду Набили Обязательно Если Этого Не Произойдет Он Как Не Обретет Вот Эту Пущу Под Ногами Это Конечно Ну Такое Не Изобности Толерантных Размышлений Но Что Поделать У Мосту 47 Секунд И Мы По этому Поводу Песня Песня Закончилась Такое Старое Что Помню Песни Группы Технологии Скажи Мне Пожалуйста Я Как Гид Классического Образования Конечно Никогда Мошонку У Коней Рассматривать Не Предлагаю Но А Есть На На самом Деле Хочу Сказать Честно Я Этим Пытался Заниматься В Берлине Но Тут Есть Проблема Ты же Знаешь В Берлине У нас Дважды Сделанные У нас Вторые Даже Когда Туда Водил Экскурсионные Группы Я Всегда Это Заложено Мы туда Приходим И отдаем Дань Нашему Петру Клоту Дело В том Что Действительно Если Заглянуть Под ту Скульптуру Которая На том Конкретном Улу Стоит Вам Там Можно Усмотреть Некое Сходство С Лицом Можно Смотреть Я думаю Что Отсюда Это Байка И Там Одна Из Если Что Типа Любовник Жены А Другая Наполеон Как бы Процесс Создания Байка Он Понятен Мы Сейчас Живем В Такую Эпоху Баечную Просто Бабаечную Я бы сказал Эпоха Бабаек Мне Больше Нравится Вот Эта История О том Как Формировалась Мировоззренческая Модель На Основе Скульптурной Группы От Того Что Человек Обуздывает Коня Мол Человеку Подвластна Природа Ну Да Человеку Подвластна Природа Если Он Не Мудак А Мы Уже Выяснили Что Для Того Чтобы Не Быть Мудаком Нужно Вовремя Обезюрить Вот И Все Вот И Все Вуаля Смотрите Ребята Мы Философия Сформулирована Практически Да Наш Метафизический Трип По Нескому проспекту Хотя Вот Довлатов Про которого Я Ну В данном случае Буду позже Рассказывать Потому что Я Это Уже Снял Он При слове Метафизика Вставал За стола И Уходил Как Выгнать Довлатова Метафизика Довлатов Ты чмо Что Ты Гондон Метафизика Удобно Да Когда Довлатов Не Может Ответить Да Я Просто Моделирую Когда Метафизика Он Последняя капля Терпения В нем Ну Вообще Мы идем По проспекту Который Вот Каждый дом Описан Моем Путеводителе Поэтому Everybody Welcome Я Я Видела Твою Книгу У Меня Нет Когда Я Получу Или Надо Купить Опять За Деньги Эти Пошлые Бумажки Мы Как Раз Мимо Книжной Лавки Слушай Мне тут Подступило Кстати Очень Интересное Мы Тоже Предложение Сделать Ты Тут Продаешься Нет Я Сейчас Нигде Не Продаюсь Потому Что Если Я Буду Продаваться Эти Книги Сразу Будут Дороже Я К тому Что Следующую Книгу Если Напишу Тут Я Буду Через Знание А у Тебя Есть Помимо Путеводителей И Прочей И Профессиональной Литературы Есть И Художественная Есть Более того Вот Уже Второй Тираж Как Ты Собираешь Этого Фабульного Героя Где Ты Находишь Я Тебе Объясню Как Это Произошло Первый Роман Касик Кадаш Танги Роман У меня Была Главная Задача Сделать Так Чтобы Там Меня Не Было Вообще Ну То Есть Там Могли Быть Ситуации Которые Как Ты Перелопатил Какие Это Ощущения Что То Еще Но Вот Меня Чтобы Там Не Было Абсолютно И Я Этого Добился То Там Два Героя Один Просто На меня Может Похожий Потому Что Он Скинхед Потому Что Композиция В Книге Что Такое Поворотные Точки Потому Что Я Тогда Учился На Курсах Киношных Кто Кто Ты В Специализации Ты Режиссер Сценарист Это Понятно У меня Официальная Профессия Я По Первой Профессии Столяр Потом Я Закончила Дальше Бонч А к Столяру Прилагается Шахматы Из хлеба Ну Пожалуйста Это Как Это Изюминка Баш Слушай Нет К Столяру Прилагается Очень Хороший Жизненный Опыт Потому Что Я Очень Милые Руки Надо Заметить Потому Что Знаешь У нас Сейчас Мы Живем В Такую Эпоху Когда У нас Нарисовалось Очень Много Борцов С Капитализмом И так Далее А ты Этих Борцов Спрашиваешь Ребята А вы У станка Сами Стояли И Выясняется Что Там Из 30 Человек Там Дай бог 2-3 А я Как бы Стоял Я Как бы Знаю Что Это Такое Пилить ДСП Древесно-стружечную Плиту В течении Там Сначала 3-4 Часа До Обеда И Потом 3-4 Часа После Обеда Это Очень Неуликательный Процесс Я Хочу Сказать Поэтому Когда Мне Столеры Вы Лучшие Да И Поэтому Нет Понятно Что Там Была Резьба Была Кидать Она До сих пор Не развалилась При этом Покупаешь Любую Вот Эту Скандалы Дома Не выйдут Не получится Ничего Наоборот Как раз Стеклить Опять Потом Будет Кто По крайней мере Мебель Не пострадает Все Это Как В Испании Им Чтобы Подрахаться Надо Сначала Поругаться Как Много Ты Понимаешь Прелюдий Ну Они Как Бо Они Постоянно Орут А потом Любят Друг Друг Вот У них Это Что-то От Невроза Ну Слушай У всех Как Людей Свои Спору Нет Мы С тобой Дошли О Божечки Я Так Люблю Значит Помимо Этой Литл Садовая Значит Помимо Того Что Котам Принято Кидать Эти Монетки И Я Всегда Своим Туристам Например Не Рекомендую Этого Делать Потому Что Тебя Ободранные Углы Лично Меня Не Радует Но Зато Радует Меня Вот Этот Ресторан Значит В доме Купцов Елисеевых На втором этаже Мезонин Ресторан И Когда Когда Ты Сидишь У Стала Вот Здесь У Нех Там Есть Сет Из Шампанского Которое Производит В общем-то Дом Купцов Елисеевых Там Какие-то Три Маленькие Канапешки С Черной Икрой И Вот Ты Весь Такой Аристократ Не Дообитый А местные Значит Насторожилы Они Вот Эти Мусорные Баки С Пепидешан Подкатывают Значит Чемпионат По Оброскам Скочика Это Киска Котик Там На Другой Стран И Не Все Не Попал Не Попал Так Все Значит Первое Желание Второе Сросло Желание Так И Я так На Коктейль Сейчас Самый Дорогой Бар Идем Собирай Теперь Нашел Пусик Ой Прям Золотая Антилопа Чувствую себя Примерно так Так Ну что Зато Смотри Теперь Все Точно Понимают Где Находится Этот Спикизи В общем То Секретные Да Секретные Секретного И Ровно На Такая Подворотня На Самой Получается Так Или Иначе Центральной Улице Заходите Во двор И Вот Если Я Была Не С Ведущим Я Конечно Наверное Даже Напряглась Если Меня Сюда На Свидание Позвали И Начали Заводить Куда То А мы Собственно Так И Сделаем Снова Нет Ни Одной Вывески Снова Нет Ни Звоночка Ни Колокольчика Снова В нашем Зале Да Но Нас Уже Ждут Потому Что Друзья Мы Идем Практически В то Место Откуда Нордовольцы Делали Подков Между Прочем Примерно Я тебе Мало Того Скажу Я тебя Зову Еще Вниз Нам Наверное Тут Нужен Будет Фонарик Все Так Потому Что У Ребят Темно Есть Особые Правила Посещения Этого Заведения Сейчас Вы Обо Все Узнаете Внутри Темнота Друг Нам Нужен Однозначный Фонарик И Тишина Я тебя Веду В подвал Реально Там Где Квартира Багировалась Нордовольцы Здравствуйте Мы За кровью Младенцев Да Мы Стандартно Я вам звонила Говорила Хорошо За мной Помогу А нам Давай Я сдам Я разденусь Время пришло Наконец Андре Андрес Смотри Смотри Какую красоту У тебя Я понимаю Что тут плохо видно Ну что поделать Здесь прям Нужен фонарик Мы сейчас С тобой Присядем Где нибудь Где Прочувствую Прочувствую Да Есть правила Я сказала Да Да Конечно Мы Даже В нашем заведении Есть правил Да Действует Дресс-код Это вечерний стиль одежды Смарт-кэжу Или бэк-тай Хорошо Что я не надел Свой абибас Прекрасно Да Также у нас здесь Может действовать Время ограничения В два часа Для того Чтобы все гости Смогли к нам попасть Мы управимся раньше Мы управимся раньше Я всегда с девочками Это дело К сожалению Не очень быстро 3-7 минут Да У меня 46 лет И два часа Это не моя история Вы не делаете Такое серьезное лицо У нас Друзья Для вас будет небольшая Водная экскурсия Пробожилась к вашим местам Давайте Давайте Прошу Слушай Не повинуюсь Здравствуйте Гостей Призменись Добро пожаловать Бар кабинет Не, 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 не снимай Расскажу немного Более подробно О кабинетах В конце 19-го В начале 20-го века Стали набирать популярность Так называемые кабинеты Это были маленькие Тайные приватные комнаты При высококлассных ресторанах Особую популярность И начали набирать Купина сухого закона в России Когда бар И алкогольные напитки Были нелегальны Эта история Имеет для нас Очень большое значение Так как нашим заведениям Мы даем дань уважения Не только истории Старого суббота Но и истории Первых кабинетов В данном зале Как вы можете заметить У нас располагаются Две мягкие зоны Для больших компаний Стол для блэкджека А также пианино По случаю того Что по пятницам По субботам У нас проходят концерты Живой музыки Как правило По пятницам То пианисты А по субботам Джаз-бенды Прошу за мной В наш основной зал Гостей Не снимать Мы здесь К великому моему сожалению Мы не можем подсвечивать Из-за одного Вот этих правил Поэтому Очень хорошо виден Этот стол В однозначной камере Как вы можете заметить У нас нет барной стейки В ее пластическом формании Вместо этого У нас располагаются Столы для покера Однако Хочу заметить Что в азартные игры Мы не играем Так как это запрещено Законом в нашей стране Вместо этого Наши бармены Смешивают за ними Для вас Ваши напитки Если в течение вечера Вы захотите покурить Или подышать свежим воздухом Вы это сможете сделать За черной шумой Так Вы попадете во двор Если вам вдруг Санет холодно Вы можете обратиться ко мне За теплыми глядами Теперь прошу За любовь Где наши места были Прошу вас располагайтесь Я возьму себе циферку 7 Я шестерка Вашего барма Меня зовут Станислав Николаевич Здравствуйте Станислав Николаевич Вот эта добрая фея Знает Что нам надо Но здесь знает Не добрая фея Здесь знает Станислав Николаевич Согласен Смотри какой номерок Они же визитки Станислав Николаевич Порадуйте Вкусовые сосочки В мир Коктейльных оргий Вода Везде вода Слушай Мне кажется Это знак Книга с Ярославлем Книга с Ярославлем Сейчас допьем и едем Слушай, я там не был ни разу Я была совершенно недавно Отмечала день рождения В монастыре, не поверишь В монастыре? Да, у меня подруга там служит Ты поэтому сюда бухать пришла после этого? Я допила И после Или ты как-то Наша знакомая Которая после Интимных утех Любит ходить исповедоваться Травит душу? Нет, на самом деле Это такое Это очень крутая Ну Комплексная терапия Представляешь? Человеку Я наслышана Елизавета Петровна Одна у нас чувствует Да В общем Ты когда барышне Даришь праздник Ты даришь двойной праздник Как просто Мне луну Понимаешь И 50 Ты, так сказать Небольшие утехи И потом она идет Потому что так Мне интересно А после этого Вообще То есть Понимаешь Очищение Как раз Нет, ну я день рождения Отмечала Знаешь Подругу навестить И я на Ярославский монастырь Толкский Он в общем-то Ну как бы Сама территория Красива очень Ну что ж Я не стал прерывать Спасибо большое На самом деле Нужен Какой-то Один Но вот Яркий Штрих В нашем сегодняшнем вечере Кульминация В вечере Потому что Вы у нас К сожалению Не первый Но лучший Но лучший Но Зато Вы катарсис Вы Получается Да Вы так Да Пожалуйста Угощайтесь Нашим традиционным Фуншем На основе Игристого Вина и фруктов Мы даем дать Первым кабинетам Которых подавали Парпурную чашку Алкоголь Балтийский чай Чай Мадам Не-не Девушки нормально Мне еще Снимать Мне кажется В монастыри Надо ехать Зимой Однозначно И мало того Я вас даже приглашаю Потому что На самом деле Девочка Которая Подружка Моя Школьная Подруга Она там Действительно Служит Примерно Монахиня И совершенно Черного юморка Личность Поэтому В общем Так Я не смеялась Никогда Никогда Не думала Что Понимаешь С монашками Будет так весело Нет Слушай Но Разные есть люди У меня тоже Как бы Есть Там Парышка знакомых Там Один архимандрит Отправляет Священник Самый Вообще Абсолютно Причем Я у нее спрашивала Знаешь Я говорю Кто приходит в монастырь Я говорю Есть Так С улицы Постучались И примите Кто обычно приходит Кто к вере Обращается Она говорит Знаешь Либо он пришел Ума Либо От безумия Полного Потому что Ровно Про твою адекватность По вере И будет Так что Зимой Мне кажется Однозначно Можно ехать В Ярославль Он сам Прекрасен Милый Малый Город И монастырь Отдельная песня Приглашаю Смотрите Как вы с вами Понимаете В спеките баре Да А душе Душа Это лучше Мы с вами Мы с вами Сыграем Да Да Ваше удовольствие Давайте я расскажу Наш коктейльный карте Он находится на карте Пожалуйста Для вас Так 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 У нас 4 раздела Коктейли 4 стихии Посередине Все написаны Первая стихия Это воздух Это легкие коктейли На столе Игрейский Сейчас воздух Содовый Такие коктейли Как здоровый Шприц Кирояль И Американу Вода Это сауры Такие со сладкие Отсвежающиеся Сочные Такие коктейли Как дайкири Маргарита Виски Саур Так Земля Коктейли покрепче С мужским характером Сладкие Немножко с горечью Такие коктейли Как олфэшн И растинэ И огонь Самые крепкие коктейли Которые у нас есть Куда не входят Цитрусовые соки Горька Агиналкоголь Такие коктейли Как негронидра Маргиня Хэнки Пэнки Выберите Обыкновенно Обыкновенно Я всегда беру огонь Но сегодня Знаешь Особый случай Пойду По мужикам Земля Что бы ты выбрал Если бы пил У нас будет один коктейль Паша не пьет у нас Да Я бы конечно Выбрал бы последний Выбрал бы Огонь Да Ну давай тогда Раз Не 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 Хорошо Окей Поближе к земле Теперь нужно Значит стихию Я выбрала Теперь нужно Значит выбрать Собственно коктейль Йормунгант Мировой змей Значит Дон Кихот И голем Тут соответственно Состав напитка Значит эликсир охотников Смешанный с перчиной Мятой Специями Огненная патока И крепкий виноград С нотами яблока И кофе Фалерном Патока Сладкий виноград Мед и специи Ну Дон Кихот Ну я не могу быть сегодня Получается что Получается не получается Что случилось Так Это есть такой фокус С картами Когда ты Карты делаешь Я кстати его знаю Да Два с одной карты Нужно Три раза по три стопки Раскладываешь И потом Ты вытаскиваешь Ту карту Которую человек загадал Всегда Да Всегда Ну это там Три стопки В этом Как-то задействованы Правила трех стопок Никто не отменял Смотри Какая фелесть А у нас же есть с тобой Если что Да Ну пока Ничего У нас еще Мы собственно К финалу движемся И опять Вот смотри Если говорить про ценовую политику У нас снова с вами Ну опять да Плюс-плюс-минус А они все Они все в одну цену будут Ну так А с 6-ти к 50-ти до 80-ти А теперь Можно я сделаю это со светом и фонариком Мне нужен фонарик твой Клади на стол Я хочу просто вам помнить Я вам в самом начале Вот так переверни Чик Рак Магия Но никакие даймонды не нужны Понимаешь Просто красивый лед Луну и 50 Так Кто там у меня Следующий на очереди Приведу сюда Да? Обращайтесь Слушайте Тебе понравится Потому что он Несколько отдает Тигрмастеру Мне кажется Травы Вот в твоем вкусе Могут Вполне Да Есть что-то Очень хорошо Напомните Из чего он сделан Пожалуйста Ванильник Атрабанда Федро Хименов Стохерис Испанское Крепленое вино Португальский Порфейр И Амара Афира Вот тебе Собственно Нравится Вот тебе нравится Вот эта штука Ну а херис Всегда хорош Кофе и желез Огонь Очень Прям огонь Очень крутой Очень прям крутой Попробуйте как-нибудь Для вечернего Значит Время-пропровождения Если есть камин Вообще идеально Какой-нибудь 20-летний херис Закончили Продолжение Надо завести Дома 20-летний херис И держать его Всегда в баре Потому что С мороженым Мне кажется Каждая девушка За 30 Хочет иметь Дома 20-летний 25-летний Лучше Австрийский Ну так просто У камина посидеть А потом Чтобы он там Какое-то время Испарялся Полочку поставил И пусть он там стоит Ну что Вот такая вот Магия произошла Я вас Уже люблю Понимаешь? Давай мы Значит Вот что Сделаем Ну естественно Мы оставим Все Контакты Я буду нежно Целовать ваши руки А может быть И не только Целовать Если вы 25-летний Херис Из Австрии Боюсь Это будет 38-летний Хер Из Армении Да ладно Из Армении Из Улюпинска В Армении Это они Хотя бы Как бы Это Мы причешим Как там Благородим Уже в Петербурге У нас Все возможно Понимаешь? Это город Возможности Считаю Это правда Я в этом городе Вырос И живу И действительно В Петербурге Город возможностей Хотя он конечно Очень особенный Именно поэтому Отсюда не хочется Выезжать Ни в какие гейропы Ни в какие пиндосики Мам того Они не ждут Хотя на самом деле Я прекрасно понимаю Свои корешей Там Жека Кирик Сашуля Которые сейчас В Бостоне Обретаются То есть им там Хорошо Я понимаю почему Значит Да Ссылки там есть Ссылки на все Мои ресурсы Вы тоже там увидите Там и книжечки Экскурсии И так далее И так далее Вот И конечно Вас ждет продолжение Этого проекта Извините еще раз За темную картинку Вы какую Но вы когда сюда придете Вы поймете Что места светлее Нету Как вам И синегра Но тем не менее На этом все Оставайте комментарии Увидимся Пока Кстати Кстати Прежде чем Будет некий Бонус Трек И чтобы Как-то Разбавить Эту чернушную Картинку Я хочу Вам предложить Послушать Живой трек Моей очень хорошей Знакомой Светой Невестиной Которая вообще На самом деле Барабанщица Мы с ней Сейчас делаем Музыкальный проект Но вот эта песня Она прекрасная Две замечательных девушки Вас, я думаю Еще больше Настроить На нужный лад Перед погружением В очередное Темное пространство Метров с десяти Увижу Как Куля пролетит Замри Вот так Не на ее дышать Я жду звонка Мне не выбирать Ты навеки Замно 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 Она бернись дождём и ветром одиноко И потеряна Субтитры создавал DimaTorzok Обернись дождём и ветром Одиноко и потеряна Обернись дождём и ветром Обернись дождём и ветром Обернись дождём и ветром Идём, идём Погружаемся в атмосферу О боже Боже Ты только взгляни Ты можешь отключить мои колокола Это мои Так Попробуем не делать Так Так И больше никого не будет Представляешь? Ну это пока Это пока что Так Рассказывайте тогда про вас Кто вы? Кто вы? Человек Тереску друг Горные гордые твои Так Ребята Вы только посмотрите Как логично Я взяла себе книгу Значит Практически С Татьяной И Пушкиным И вот эта вот вся история Понимаете Мы с чего начали Мы тем логически Прям Завершаем Продолжаем Правильно Нечего тут завершать Пока что нечего Определенно Так Ах, так это название коктейлей Посмотрите Как сделано меню Мы партнгом Напитки и общение Плайн напитков Это больше стиль смешанных напитков Плюс Подборка чистого голя Которые Не найти Ну Некоторые позиции Которые не найти в России Вот У нас здесь Есть особая концепция Она называется Редрух туризм Она поискивает о том Что было бы если Как это называем мы Что было бы если Кагалин бы дожил в наши дни Что если бы Терексы не вымерли И так далее Вот У нас есть Креповая карта Которые находятся Восемь напитков Каждая Своя стилистика И свои истории А можно сразу вопрос тогда Вот какие напитки Которые вы говорите Не найти в России Да Например Сейчас у меня есть Ферна Черского производителя У нас ферна сок Это история про Осталось уже буквально на дне Это история про ребят Которые Говорят о том Что они первые Сделали такую настойку Как ферне Но при этом итальянцы В свою очередь Говорят о том Что это они были Вы знаете что обычно говорят Армяне по этому поводу Что все сделали они Спора нет В Томаскоре Да Дайте хочется Понюхать аромат Дайте хочется Есть также Как раз таки уже Омары Это у нас спирна Это более горькая настойка Это в твоем духе Но более сладкая Настойка Это уже Узнаю этот чудесный армянский аромат Грузинский Да Там что-то есть Это правда Ооо, вот это вообще Это амара Родом из Италии Понюхай Это как... Я в детстве, когда у меня болел простудой, мне такое давали. Пертусин, пертусин, да. Ну, битно, битно. О, боже, добро пожаловать в детство. Там есть что-нибудь? Вот видите, как раз такая история, которая... У вас она есть? Что это такое? Давайте пробуем. Так, а еще, ну, давайте третьего. Смотрите, ну, незамысловатый мартини, но при этом рисом больше не производящийся вообще в принципе в Италии. Незамысловатый в последнем мире. Незамысловатый в последнем мире, реально, то есть, когда нас встречают наши друзья-бармены, они просто сидят с большими глазами и говорят, откуда у вас эта бутылка. Дайте тоже понюхать. Я люблю нюхать, как вы поняли. Да-да, мы позже. Шампанское, белый кокаин, все понятно. Не белый, а балтийский чай. Вот, ликер наставим мака. Ого. Видите, все на дне, все уже остается на дне. А где вы будете это доставать, когда перестанут привозить? Сложный вопрос. Вот эта штука. Еще раз, ликер на маке? Да. Чудо чудесное. Ликер на маке? Да. Опиум для народа. Это в честь Стива Джобса? Мне кажется. Ликер на маке, я же всю жизнь мечтал попробовать компьютерный напиток. Это он. Пахнет потрясающе. Это напитки. Я предлагаю нам выбрать мечтные напитки. Давайте. Так. Так, смешаем. Наша история. Давайте. И наша. Так, смотрите, я замешкалась между Растрелли. А, тут есть Растрелли? Да, вот смотри, есть Растрелли. Через почему-то О. Да, потому что это же название на коктейля. Да, я так понимаю? Да. И мне нравится, что они, посмотрите, какой крепости. Все на три короны. Нет, нет, нет. Там просто случилась ситуация, что плохо выпечаталось, и кажется, под плохим светом, что все крепости. А, я вижу, да. Вот теперь оно бледно. У Растрелли не такая большая крепость. А, да, да. На две короны. Так, ну что же. Сальвадар удали. Я разрешите не буду зачитывать историю, потому что здесь еще и описание. Хруст, 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 щевка. Так, горные, гордые твои. Ну, это что-то про СССР, да? Верли. Ян Пушкин, Верджин Гагарин. Верджин Гагарин очень хорош. Это как девственник Гагарин? Девственник, а... Ну, как... Или как... 22 херес. По шкале. Так, ну что ж. Молодой Пушкин меня мало интересует. Он слишком сладкий, на мой вкус, в молодости. Верджин Гагарин, боюсь, мне тоже не зайдет. А вот Григорий Распутин, Джорджи, он здесь... Джорджи. 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 In my mind. Джорджи, in my mind. Мне кажется, я за Распутина, тем более он с бананом. Вообще. Ну, давайте, Распутина одного, одного Распутина. Скажите мне, что вы предпочитаете, что вы любите... Я ничего не люблю, я вообще не пью, поэтому я сейчас просто... Могу любить для вас без алкоголя? Да? Найс, давайте. Вы любите черноплодную рябину? Ну, ненавижу, но в вашем исполнении полюблю. Потрясающе. Я более чем уверен, что полюбите. Я объясню, почему я не люблю черноплодную рябину. Потому что у нас на даче всегда росла эта черноплодная. И здесь всегда делали варенье. А ты не плевался? Это понятно. Вот это все, да, плевался. А вот это? И вот это, и вот это, и вот все вот это, да. Все виды сексуальных возвращений... С черноплодкой. Но вот варенье черноплодное, оно такое, оно мне очень не нравилось. А его все время заготавливали какими-то просто промышленными, промышленных масштабах. И потом всю эту черноплодку, оно уже все лето... Был есть. И был есть, да. Поэтому давайте реанимируем мою, так сказать, любовь к черноплодной рябине. Давайте я вам помогу. Да, я думаю, что справлюсь. Жгите. Жгите. Байцы. Меня зовут Родион. Родион. Жгите Родион. Сказала Алена Ивановна. Это наша местная гидовская шуточка. Такие просто 14.38. Ага-ха-ха. Ты уже там себе сторисы закатываешь. Ага, пилит контент. Пилит контент. Я уже знаю, кого сюда... Вы работаете по понеделькам? Еще раз? По понеделькам работаете. Мы работаем только с четвергат, полоски сегодня. Давайте ходите в середу, откройтесь, я вам 7 человек приведу. В середу? Да. Номерочек запишите. Вот так, смотрите, вот так налаживаются бизнес-контакты. Понимаете, зашли вдруг в дверь. У нас есть буква БИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Ты читаешь стихи? Это запросы кабинета, да. Отчини стихи. Мне кажется, декламирует. Можно я микрофон человеку? Я думал, что... Сиськи, 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 сиськи. Где? Сиськи, 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 вот такие. Могли бы быть. Ты не знаешь такого поэта Родионова? Нет, московский поэт, его наш дизайнер Родионов Дмитриев все время очень сильно раскручивал. Вот у него вот такие стихи очень... Сиськи, 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 сиськи. Но при этом они у него со смыслом. Хорошо. Сиськи и соски на них. Как там? Куда там еще? Сиськи и соски на них. Я бы их! Я бы их! Окей. Мне кажется, это новая братьящая собака. Безусловно, на самом деле... О, господи! Что-то я уже давно так не смеялся. Там происходит таинство. Там прям magic, магия. Вы с двух рук льете? Все верно. Каков? 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 Каков, Родион? Да. А давно вы открылись? Полгода назад. Полгода назад. И как водится, любому спикизи, нет ни единой информационного повода даже. Нигде. Как узнать про вас обычному человеку, если вот не мы про вас расскажем? Инстаграм. И все? И все. Это запрещенные сети. Да, ну. Мне кажется, импетры всему помогают. Собственно говоря, это как и напитки, которые у вас бают. Все то... Посмотри, какая посуда! Помимо как раз-таки той самой истории ракуртуризма, которая у нас есть, одна из его частей является наша посуда, потому что она вся полностью винтажная. Мы собирали ее по Петербургу, по Москве, у всех бабушек дедушек. Посуда от начала 60-х годов до конца 90-х. Что пьется из такого бокала обыкновенно? Я бы сареваду... Даню, вот. Пускавлю. Ну, в данный момент это коктейль. Хорошо, но... Сверху, ракширский пили либо ликер, либо вино. Ты сначала понюхай, Сначала понюхай. Чем и живу. Что это? Знаешь, мне однажды нанесли парфюм на руки, на ладони. Говорят, ты только понюхай, чем пахнет. Я говорю, боже, какая прелесть. Что это? Мне говорят, виски. Так что, если что, хозяйки на заметку, немножечко виски на пульсирующую зону, и вот вы уже жена алкоголика. Я распутина пью, правильно? У него есть второе название, и оно... Вот так же неоднозначно, как и Григорий на Руси. Что-то между пятнатом... Шампанское производное оттуда. Между лагером, пятнатом и квасом, и грибом. Вот, гриб. Помнишь, да? Это в банке вот эта штука? Да-да-да. Вот такое. Так, ладно, давайте расскажите. У этого коктейля есть второе название, и оно такое, 28 с половиной. Здесь надо додумать самому. Да не надо ничего додумывать. Не надо ничего додумывать. Мы все поняли Родион. Несите топор. Чтобы до моих размеров укоротить. Сейчас у меня размер бокала встал на свое место. За его деяния, за все его свержения, то, скорее всего, он получил такую импровизированную премию, как Бурнооск. Бурнооск. А какие у него были, знаете ли, достоинства, достояния, помимо 28 с половиной. Нет, ну... А, кстати, это еще неизвестно было ли он для такого. На самом деле, много чего можно говорить, потому что история такая, что он мог и находить общий язык с людьми разного чина, как и в плохой стране, так и в хорошем. И что из этого достоинства, пока непонятно. Ох, вы себя валите, Родион. Плохая, хорошая страна. Есть у нас такие историки Котюбинские в Петербурге, которые... Сейчас они, мне кажется, запалили костры. Которые уверяют, что он был вообще импотент. Слава богу. Ты что, поставишь ли что-нибудь во сне, что ли, придет? Нет, нет, ну что ты. Я, между прочим, знаешь, любитель альтернативной истории... О-о-о! Заходи! Ребятки! По закопанным домам? Санечки! Да, да, поэтому... Или про скопанные, я все время путаю их. Мне кажется, про свеженайденные надо говорить. Свеженайденные? Ну, бренд new houses. Потому что это, конечно, отдельная песня, и не только что Родион. Родион, вы должны быть с нами одна в команде, мне кажется. Что вы с вами? Да. Да. Ну, эти. Историки. Краеведы. Душливые. Вот так и говорите. Так по-другому. Вы позитивные. Ну, это я уже тоже заметил. И, как говорится, слава богу. Нет, на самом деле... Потому что если бы здесь было душно, я бы попросил бы создавиться. Ну, мы бы ушли не все, а только Олег. Вот тебе пиало. А почему? Это что такое? Это как три сэрболорда лифи. Подожди, пожалуйста. Он же раковый мартини. Просто космос. Да ну... Что, реально? Да. Это реально рак, которого нужно съесть. Боже, Олег, какой оригинальный выбор. Я тебе как девушка твоя говорю. Наконец-то я увидела хоть что-то. Ну, ты можешь, понимаешь? А можно я попробую? Рака. Раком. Конечно, вот тебе грешенка. Пожалуйста, я хочу... А что в основе? В основе там получается водка. Плюс повернуть немного дарского акварито-пинного. И томатная обесцвеченная вода с чесноком и кимплой. О, боже. Ну и что мне делать с ней? Да, угостит ее хвостиком. Петушка, Сережа. Вот тебе пиала, завали. Девочки. Так здорово. В Питере самые галантные мужчины. Они откроют вам дверь и, понимаете... Па, кстати, наверняка я сегодня опять тебя не пропустил где-нибудь. На самом деле, кстати, когда снимаешь все свои данные по поводу... Олег, ну, я так не могу. Я все... Я ничего не трогала. Все, все на этом... Так вот оно какое, ваше раком. Что ты с этим делаешь, блядь? Ой, господи. Ну, правда. Ну, что ты издеваешься над женщиной? Родион, два башки. Родион. Я рад, что он подробно. Как вам джентльмин на напиток без алкоголя? Очень, очень. А кто... Сейчас она дремина снова полюбилась? Давай. Нет, но напиток хороший. Там у нас получается безалкогольный рис, плюски много с риской апельсина и что-то пламя. Хотели задать вопрос? Я вас не надо послушаю. Кто составляет карту барную? Я. Вы? Я и вам их напарник. Бог мой, Родион. Ой, это законченная фраза. Родион, можешь уже делать этот коктейль, подавать, чтобы раком было 4? В целом, можно. Хорошо. Это очень круто. Здорово. А я очень круто. Это 100% и 5+, и это футболер прям. РАДИОН! РАДИОН! Анна, лей масло. Синьора, что для вас может быть? Не-не-не. Я готов еще к этому раку. Синьора, что для вас? Еще один рак? Может быть, что-то еще? Божечки. У меня упало клешня. Что же будет сегодня у вас дома? Ой, ничего обычного. Если сейчас будет несколько раков, то что будет дома? Это уже такое. Так и живем. Он мне рака не дает. Я домой не иду. Вот и все. Мы такие с ним, друзья. Вот это да. Ну что, теперь-то ты отдашь ему хвостик. Вот это мы зашли. Конечно, почистить. Ты же понял, что я не умею это делать? Понимаешь, что я не люблю, что я делаю? Как прочее, и все. Но тебе тогда нужно не ракете, а нужно вам густую. Мне жали их бесконечно. А мясо, когда ты жрешь, тебе ничего не жалко? Нет, оно уже, понимаешь, оно уже без тела. Однажды, собственно, в свой первый приезд в Италию, меня предупредили о том, что никогда в прибрежных ресторанах есть не стоит. Либо открыли все бывшие запожники, и готовить они умеют. Но мне было какое дело, потому что море, солнце, пляж, все дела. На итальянском я тогда не говорила практически ничего. Но попросила не давать мне меню, потому что я могу вполне себе разобраться. И в итальянском в том числе. И там были позиции на старте, основные блюда. В общем-то, я заказываю, я ни хера не понимаю в меню, но делаю вот это, да, русское лицо. И такая, мне вот это, дифлопе вот это, с семечками кацоса. И на пасту, ну, естественно, фрукты ли мари, да, с морепродуктами, это я понимала. И мне приносят, значит, сначала дифлопе, это не мучай, потому что у меня оставалось последние 16 евро, и обед нужно было совершить наполовину этой суммы. И я, ну, как бы, да, жить мне завтра будет не на что. Но я поем сейчас красиво. И бокал вина, естественно. Несут бокал вина, приносят, значит, лосось, красиво выложенный, 3 кусочка. Я не поел, понимаете. Далее несут пасту, я голодный, я хочу эти макароны уже быстрее. И фрукты ли мари, никаких там, значит, морепродуктов нету, пару мидий, макароны разварены, невкусно. Ну, а я хочу есть. Я, значит, переворачиваю эти спагетти вилка за вилкой, и тут мне попадается вот эта тварь, вот этой стороной. Это, знаешь, когда вот все эти ноги, и вот это вот. Глядя, я впечатлительная. Я ее переворачиваю, у меня прям, ну, чуть ли не рвотный рефлекс, потому что, ну, жесть, это была какая-то сороконожка, я понятия не имела, как ее есть, но голодная я была больше, а мы же русские, с нами бог. Поэтому рвотный рефлекс я сдержала, макаронами эту херню закрыла. Я сидела просто, думала, как ее разделывать, но я так до сих пор и не научилась разделывать раковых, поэтому ее устрицы исключили. Ну, просто бери хвост и жри хвост. Как это делает Олег? Покажите, научите. Я смотрю тебя в раковую. Хорошо, а потом мы чем займем? Потом я научу тебя готовить из-за много. Ну, накормишь, то есть вот так. Вот так я люблю мясо, любое. Вот, чтобы не видеть этого всего. Ну, ты понимаешь, что не попляшешь, не поешь. Ну, же, почему раковый текстурой хвоста рака нанимается целой испиткой и здесь разваливается? За счет долгого маринада? Мне кажется, маринада. Первый слух такой вопрос. Ну, потому что ты, когда берешь рака... Ты еще не представляешь, что тебя ожидают. На посещение. Рак вареный только лишь, он весь хвост же сразу можно, ну, как бы, вынуть. А тут уксус, я так понимаю. Да, и он его разваливает по текстуре, и поэтому не получается достать цельную. Ну, он, да, он получается просто маринованный. Но зато из-за маринада он получается вот этот глазированный. По футбейеру, ну, вообще, космос этим, ладно, блин, просто... Согласна. Это правда. Я думаю, что вам нужно делать гет-бартейдинг с раковой, и это будет очень круто. Так вот, был вот этот четверг и меняли. А мы только что оттуда. Вам нужно гет-бартейдинг делать с раковой. Ой, ладно. С раковой? Давай сейчас выключимся, наконец. Да.